И в очередной раз я желаю вам хорошего здоровья, ребятки! С вами всё тот же Blade Runner, и мы наблюдаем за финалом фасткапа под номером 15416. Будет играть всё та же полюбившаяся мне команда Force of Arms против Never Lose. Ну и что ж, посмотрим, действительно, Never Lose никогда не проигрывает, или всё-таки в этот раз Force of Arms в очередной, ну, скажем так, снова врут в победу за счёт замечательных АОЕ-раскастов. Вот, что необычно, ребята из команды Force of Arms стали брать первыми двумя пиками не Warlock'а плюс Magnus'а, как ты был в двух предыдущих играх, а взяли на Hard или, может быть, на Midline. Байда, что в принципе, в принципе, снова же очень интересно смотрится, всё тот же неплохой АОЕ сохраняется у обеих команд, и посмотрим, посмотрим, насколько хорошо она сработает. С другой стороны, у команды Never Lose есть такой замечательный следующий герой, как Omnik Knight, и даже мне самому интересно, насколько, насколько Omnik Knight способен защитить от раскаста Warlock'а, Магнуса и прочих ребяток, игроков команды Never Lose. Ну что ж, будем болеть, наверное, даже не знаю за кого, наверное, всё-таки за Force of Arms лично я буду топить, ребятки, уж не поймите превратно. Я, конечно, всегда за красивую доту, но уж слишком меня полюбилась дота этих джентльменов, и смотрелись они, ну уж слишком круто, особенно Магнус. Ну что ж, посмотрим, будет ли снова в этой игре Магнус. Пока что пикабаны смотрятся действительно несколько отличными от прошлой игры. Кстати, неплохой бан в виде Дизраптора. Ну что я могу сказать? Инвокер в Мидуай, наверное, для Батай Лавью. Ну и посмотрим, насколько хорошо будет Инвокер в этой роли играть, потому что всё так же АОЕ остаётся, всё тот же есть Фейслис Войт, который может поставить хорошую хроносферу и, в принципе, выполнить роль того же Магнуса. И Инвокер, который со своими Санстрайками, со своими Метеорами, если ты экзортовый Инвокер, может очень много урона внести под кубку. Более того, если даже это не экзортовый Инвокер, то выжигание по Инстиненту Парижу и Омник на этом может сильно-сильно сказаться на игре. Посмотрим, посмотрим. Тем временем, третий пик от команды Неверус, и посмотрим, кого они выберут для себя. Мне кажется, им стоит выбирать как раз-таки живучего такого мейнкерри, и, может быть, если они сейчас возьмут как раз-таки себе какого-нибудь Найкса, это будет совершенно другая дота, и будет совершенно другая игра, и мы, наконец-то, увидим не развал от Force of Arms постоянного, а уже чего-то суперкрутого, то есть какой-то вот постоянной напряжёнки с перевалами, качелями, графиками, графиков и прочее-прочее. Что ж, посмотрим, посмотрим, что произойдёт, как эта игра себя покажет и прочее-прочее. А пока что третий бан от Неверус, и ребята очень долго решают для себя. Ну что, они сделали два таких вот, скажем так, самых простых пика, то есть, Энсель Топарижен, Омник Найт, то есть герои, которые, в принципе, с самого начала чем-то там уже... Во-первых, это два саппорта, от которых уже отталкиваться можно. Во-вторых, они как-то всё равно вариативность свою сохраняют, потому что, в первую очередь, это именно саппорты. И агрессивность есть, и защита есть, и прочее-прочее есть. Ну и, да, могут они раздумывать над своей стратегией. Это, кстати, Клокверк. Интересный вариант. Наверное, взят он ради Ког, с помощью которых можно как-нибудь мешать, наверное, дамажить в купол. Но, с другой стороны, инвокер всё равно Санстрайк с любого края карты даст, так что это не страшно. Скажем так, для инвокера эти Коги. Да и Варвок тоже рассказ даёт издалека по всему этому делу. Винга появляется от Force of Arms, и я немножко не понимаю пик. То есть, если сводит, наверное, всё-таки... Да, Хардер, разумеется, Варвок и Винга, наверное, два саппорта. Значит, ну, пока что нет, всё пока что достаточно просто. Это я сам себя немножко путаю. Так, и четвёртый пикок Неверлуз. Ребята взяли достаточно плотных, скажем так, героев. То есть, есть он уникнайт, который может захилить, Скокверт, который сам по себе плотный. Ну, разве что, Инстинент Паришин достаточно удащавый, и его убивать достаточно легко. Думаю, как раз-таки игроки из команды Неверлуз должны понимать, что вот в этот пик не стоит давать какие-нибудь агрессивные герои, и нужно брать какую-то защиту от агрессии. Быть может, сейчас на Мидуайне как раз-таки появится тот самый пак, который может выступать защитой от агрессии, защитой от буквально всего чего угодно. И пак, мне кажется, здесь в этом пике, в этой игре против команды Force of Arms будет, пожалуй, один из лучших героев. Но будем надеяться, что он всё-таки появится. Что же будут всё-таки брать Неверлузы? Может быть, всё-таки это появится какой-нибудь Кунка. Кунка Медовый, может быть, Кунка? В Мидуайне Кунка когда-то стоял, это, скажем так, старая мета, а я чуть не сказал устаревшая. То есть, в принципе, вроде бы Кунка всё ещё способен стать на Мидуайне, но, кстати, бывает, что там в Миду будет стать Инвокер. Инвокер с двумя форгидами, в идеале, с Кулдснапами, и Кунка себя против такого Инвокера может чувствовать себя ужасно просто. И в целом, в целом, конечно, этот Мидуайн проиграть. Последний бан от команды Force of Arms, и, думаю, они не должны позволять взять Гулю. Ни в коем случае нельзя давать им, хотя нет, Джиггернаут. Джиггернаут тоже хороший пик, на самом деле, точнее, бан. Не давать Джиггернаут в руки противников – очень хорошая идея. Пятый бан от команды Неверус, и они должны, наверное, отдавать... А кого им не стоит отдавать? Если Фейсис Войт Харнер, он какой-нибудь Керри, а какой Керри им особо неприятен? Наверное, тот, которому очень хорошо заходит Диффуза, который может помешать всей этой игре. И, наверное, Спектра, которую я очень часто вспоминаю в своих трансляциях, может быть, ее как раз таки не стоит позволять взять Force of Arms. И влететь может в любое время, и помочь может в любом месте, что-то и инвокер тот же самый с его санстрайками и прочим-прочим. То есть, Спектра здесь смотрится достаточно интересно, но они хотят видеть Медузу, ребят, из команды Неверус. В принципе, Медуза тоже очень хорошо смотрится, потому что все-таки тот же самый Войт есть, но, например, остается тот же самый Гиролёт, к примеру. И Гиролёт, мне кажется, будет посильнее вместе с Куполом Войда смотреться. И он, к тому же, не в бане. Плюс еще может появиться какой-нибудь любой другой рейнджевой герой, который более чем способен навалить под самый Купол. Например, та же самая Луна может неплохо смотреться в этой игре. Так что пик Медузы, точнее, бан Медузы, мне кажется ошибочным от команды Неверус. И что же будут ребятки брать для себя последнего? Ну, наверное, Фантом Ассасин. Ну, в принципе, Фантом Ассасин, да, смотрится достаточно интересно, к тому же у него есть тот же самый Ник Найт, так скажем, пабовская такая вот сборочка, и Террабуэйт последним пиком. Кстати, хороший пик Террабуэда. Я даже не задумывался насчет этого героя. А, между прочим, под Купол он наваливает, пожалуй, как один из самых сильнейших героев. Ну, и совершенно стандартные два дисконнекта игроков при прогрузке карты, и один из команды Force of Arms. Ну и что ж, посмотрим, посмотрим. Сражение! Сражение, думаю, нам предстоит достаточно интересное. Все-таки играет такая команда, как никогда не проигрывающая, и будем надеяться, что эти игроки действительно не просто так заслужили такое название команды. Они действительно очень хорошо играют. Посмотрим, посмотрим. А пока что давайте-ка рассмотрим стратегии команды Feast of Arms, Force of Arms. Все, продолжая путать, ребята, что-то странное происходит. Ну, мне задуматься найдет тему. Почти все переподключились, кроме аппарата. Ну, еще немного подождем. Так вот, снова же, Таблетка Демидрова будет играть, кстати, на Фейслес Войде. То есть, не тот же герой будет инициатором выступать, что и в прошлых Магнусом. Но будем надеяться, что будет не хуже инициация. С другой стороны, там была настолько хорошая инициация, что все-таки даже, я бы сказал, не стыдно будет быть хуже. То есть, если будет немного, но похуже, он все равно будет хорошим, очень хорошим даже войдом. Но это такое, это все ерунда, как говорится, мелочи жизни. Так вот, ставится купа Фейслес Войда, туда накидывается Фатал Банды, дальше Инвокер растастовывает, им это все издалека поплевывает Террор Боид. Плюс еще и Винга помогает как-то вот на карте, скажем так, потихонечку гангать. Как-то так, я думаю, смотрится. Идеальный файл для команды Force of Arms. Ну и снова же, насколько это все будет соответствовать, на самом деле вопрос хороший. Насколько у них все это получится, тоже вопрос остается хорошим. Но, с другой стороны, они и по одиночке способны более чем хорошо подраться. То есть, тот же самый Инвокер может неплохую драку обеспечить, та же самая Винга, Винга, точнее, может со Станами и своим минус-армором помочь гангануть. Да, плюс и Варвок, там, не знаю, может, как говорится, как говорят в папочках, накрутить борща или замедлить обхибовом. И, соответственно, как-то вот противникам помешать. Кстати, смог вывозка от команды Неверлуз, и посмотрим, получится ли у них кого-то у вас. Ну-ка, здесь у них такой замечательный герой, как Аппарат. И он может Челингтачу просто очень сильно усилить свою команду. И Варвок выходит туда навстречу. Может, у него быть сразу большие проблемы, Коги его забирает просто в когах. И думаю, это, конечно же, Ферсбулат отходит игрокам из команды Неверлуз. Хотя долго жил здесь, на самом деле, Варвок, но все-таки, да, Ферсбулат отходит. К тому же саму Клокверку неплохая, на самом деле, от ребят из этой команды, соответственно, игра. Молодцы, ребятки. Ну и на, соответственно, верхнюю руну приходится притягиваться Инвокеру. Открывает что-то достаточно быстро. Но, с другой стороны, все-таки много тайминга потратили, получили. Ну, лишние 200 голды, конечно, Клокверку не помешает на его линии постоять. Плюс на себе что-то уже сразу подвозит этот ботинок, кстати. Ясный выбор, на самом деле. Точно ли это Клокверка вскибать? Да. Как раз-таки деньги на этот артефакт имеются. И какой-то странный лайнап. Я вижу, что Клокверк будет стоять с Omniknight на легкой линии. А в сложный пойдет Фантомка и аппарат, и же с ней. Мне кажется, это ошибочная расстановка. Я не уверен, конечно, на все 100%, скажем так, что они прям проиграют этот самый Хардлайн. Но, мне кажется, шансы его выиграть в них достаточно низковаты все-таки. Да, есть аппарат, но большие проблемы. Сразу же нападение просто начинается. Еще Фантомка получает станчик, начинает грызаться дальше по Энстопаришину. И Фантомка уже потеряла половину хитпоинтов. То есть вот как-то так начинается будет игра. На Мидлайне, кстати, тем временем, похоже... Нет, все-таки Omniknight перетягивается на нижнюю линию. Это будет, да, 3-плав сложный. 3-плав сложный от команды Неврус. Ну и посмотрим, насколько хорошо этот 3-плав сложный будет стоять в Сомник. И это все выявить начинает интереснее. И, кстати, 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 да, разблокировали сразу себе спот. И снова же нападение через рефраг... Рефлекшн, точнее, ну и нападение на Энстопаришину. Слишком много он урона получает, захиливает тем временем и убивает вару. Большие проблемы могут быть еще у Винги. Винга получает слишком много урона. А в это время Террорбейд пытается, пытается разобраться с Энстопаришином. Но Энстопаришин не получает санстрайк. А тем временем Вингу также убивает. 3 фрага уже для команды Неврус. И еще, может быть, здесь проблема по возникнему тем временем у Террорбейда. Получается слишком много урона. Хотя на развороте пытается что-нибудь сделать с ПА. Но ПА может захилить, в принципе, он не кнает. И здесь уже, конечно, в этой самой харде, ребятки, из команды Неврус. Смотрится действительно круто. И это может быть проблема для игроков команды Force of Arms. Они обычно всегда выигрывают лайнапы. Всегда выигрывают легкую линию. А тут сразу два саппорта. Чувствуют себя не очень хорошо. Плюс еще и Террорбейд, который, ну, в принципе, он фармит, продолжает. И Крипстат у него повыше, чем у той же ПА. Но с другой стороны по делу фраги. Что, в принципе, как-то уравнивает между ними, скажем так, фарм возможный. Ну, вот еще немножко подождать Террорбейду. Взять Метаморфозис. И, может быть, получится хорошо подраться. На Медуайне, тем временем, у Кунка доминирует над Инвокером. Причем серьезная доминация. 8-1 у Инвокера против 11 крипов у Кунки. Но здесь самое главное, что Инвокер сильно проседает. Причем у Инвокера нету пока что классика. Вот сейчас он на первом уровне его качнул. Наконец-то начал регенерировать хоть как-то. Но он, конечно, то дело все сразу пропал. Хотя по два Кристи бегает и неплохо. Не, получается. Но все-таки Тайт Бриндер, Кунка. Здесь, конечно, у него невероятное количество. Кстати, кстати, нету пока что Криста. Но у Орент уже в качан-2. Кстати, необычная вот раскачка. И опять убили в хардлайне. Кстати, Вингуна. Большая проблема у Инстопаришна. Террор Бэй должен погибать. Террор Бэй все-таки погибает от нейтральных крипов. Ну, а Инстопаришна уходит на 40 хитпоинтах. И ракетка залетает не самая точная от Клакверка. И снова же в хардлайне. Просто невероятная твой. Тем временем еще Инвокер погибает в мидлайне. И это доминация по всем линиям, кроме как харды. Перетягивается на верх тем временем Террор Бэй. Понимает, что на низу ему стоять будет сложно. Ничего не получится. И на низ, соответственно, должен уже перетянуться тем временем. Фейсли свой. То есть, с лапой линиями все дела. Ну, что ж. Террор Бэй, думаю, чувствовать себя против Клакверка четвертого уровня будет все равно не так, чтобы прям очень комфортно. Но хотя бы будет фармить. Плюс сюда еще перетягивается Винга. И сразу же туда наверняка перетянется сейчас потихонечку в Орлок. И уже здесь будет, соответственно, треплав сложный и прочее, прочее. Но, кто знает, может быть, также будет ответное перетягивание игроков, скажем так, из команды Новорус. И да, именно так и случается. А Паришин решает перетянуться наверх. И, кстати, на вот этом перетягивании можно пытаться хорошо сыграть. То есть, поймайте Паришину, убить его. У него-то пока что всего лишь второй уровень. И в целом, в целом, можно, конечно, задоминировать как-то. Прочее, прочее. Кстати, Курманщилд, Террор Бойда, интересный вариант. А вот тут, ну, здесь пока что еще все-таки бегает на нижней линии Вару. Кстати, кстати, забывайте, что у Клакверка слишком много урона может получить Клакверк. И большие проблемы, за ним еще и прыгает Войт. А если прокнет Станчик, то могут быть серьезные проблемы, как я сейчас говорю. Так, тем временем Кунка в еще раз в Мидвайне убивает инвокера. И Мидвокер пока что смотрится слабовато на Мидвайне против Кункито. Хотя стоило же, конечно, я думаю, стоило ожидать, что все-таки Кунка не сможет задоминировать. А тут вот что-то вот такое вот странное случилось. Сзади за шмате времени по большей проблеме могут быть у Террор Бойда. Террор Бойда получается слишком много урона. И это еще один фраг для команды Неверус. И они действительно доминируют на команды Force of Arms. Ну, кто знает, может быть, это, конечно, последствия смены драфта. То есть, ребята играли с одной стратегией. Сейчас пришлось им резко как-то ее поменять. И, соответственно, ребята как-то немножко посыпились. Хотя, тем временем, Инвокер с Санстрайком убивает Клакверка на легкой линии. Своей легкой линии. Ну, и здесь, конечно же, Инвокер хоть немножечко возвращается в игру, скажем так. Какой-то лишний для себя голду. Это Смидос, он собирается для себя фармливать. И, может быть, это, кстати, какая-то ошибка. Хотя, в принципе, от Инвокера такие артефакты стоит ожидать. То есть, в принципе, эта штука не сам пухая. Винга находит Кунку или Кунка находит Вингу. Хороший вопрос. Кто кого нашел? А тем временем, тем временем фарм везде продолжается. ПА. 11 крипов имеет. Но не забывайте, что у нее есть уже 2 фрага, 4 асиста. Этот вождь, думаю, конечно же, покажет ее тотальную доминацию. Террорбейд, кстати, тем временем возвращается в сложную линию, где он будет пытаться как-то выформить. Ну, мне кажется, уже перекурифицировали, скажем так, хардеры и легкая линия. То есть, в принципе, здесь вводит явно на фарме очень много. Есть у него ПТ-шка, 6-й уровень. И вот пока что у Террорбейда ничего из этого нет. И будем считать, что он типа хардер. Тогда все в целом становится более-менее на свои места, скажем так. Не взирая на то, где он начинал. И все-таки инвокер, да, продолжает, продолжает как-то Мидуайне пытаться что-то сделать. Торрент ловит, корабль в бухту летит и корабль в бухту попадает. И это еще один фраг для Кунки. Отличная игра от Кунки и доминация его на Мидуайне просто невероятна. Кстати, есть, между прочим, у Фейслисвайда Купол. И Купол может, например, того же самого Инсентопорейшена похоронить. А при такой доминации даже Инсентопорейшен без крипов, без всего, даст достаточно много всего. О, кстати, Клакверк слишком много урона может получить. Тем временем Купол ставится под Инсентопорейшена. Должен уже лететь в Инсентопорейшен, хотя нет Инвокер пока что в таверне. Ну, а Клакверк, соответственно, ничего не может сделать. Ну, 15 хиппоинтов достаточно далеко заходится. Инсентопорейка, наконец-то, и да. Инвокер делает для себя фраг, 200 голды получает. Ну, думаю, из этого всего еще получили остальные герои. Кстати, сильно проседает тем временем на верхней линии. А у них на это должен погибать от силы тьмы, да. Для команды своей Инвокер еще пошел на перерез, тем временем ПА. ПА пытается уйти отсюда, он на физочках. Если ее здесь подсветить как-нибудь и увидеть, то, может быть, у нее возникнут проблемы. Кунка у нее уже на подхвате, но, правда, без ботлика. Но хотя бы на блинкауте он ей помогает. И вот тем временем Инвокер находит индурузуный визат, забирает ее Кунка прямо в наглую. Ну, и выглядело это, конечно, достаточно прикольно. От игроков команды Неверлуз действительно смотрится очень круто. Ну, а Войт, Войт, тем временем, ну, все пока что у него не так, чтобы плохо. Но вот Террорбейт, Террорбейт, конечно же, здесь смотрится намного похуже. Но он, в принципе, уже взял себе Арентаончик и понял, что ему здесь уже нужно через иллюзию фармить леса. Где ему, соответственно, уже стакуют, стакуют его заботливые саппорты. Ну, а пока что, пока что все-таки ламинация команды Неверлуз слишком крута. И причем сложно сказать, чей лейт, как говорится, сильнее. Кунка, тем временем, под инвизом. Есть у него второй торрент. Может сейчас просто из кустов дать торрент. Корабль, вижу это все дело. Залетает все это инвокера, в бухту корабль. И это еще один фракт для Кунки. Легчайше, конечно. Для него. Это уже четвертый фракт на Медлайне. Причем, причем, соло фрагами. А, Медлайне. И мне кажется, что инвокер здесь в руках таблет... Не, бодай овью смотрится снова же очень слабо. Нужно было убрать ему, опять же, Магнуса, ребята. Вроде бы он не был в бане, но может хотели попробовать какую-то другую заготовочку. С другой стороны, финал кубка. То есть не время, мне кажется, пробовать какие-то заготовочки. Лучше готовые стратегии, которые хорошо смотрятся. Ну, по каким-то причинам решили, что Магнус здесь не столь хорош, как в прошлых, скажем. Невзирая на то, что вроде бы Войт изюайновский, скажем так, в то же время у Войта раскачка совершенно точно хардовая. Ну, что я могу сказать, ну... Ни один я запутался, по всей видимости, со всеми этими убийствами и прочим-прочим. Войт тоже, может быть, немножко решает. Но к тому же все-таки нет. Частые прыжки на Войде эта штука все-таки слишком хорошая, и не стоит ее игнорировать. Еще 300 голды, кстати, у него имеется. И по всей видимости это будет, да, ранний даггер и попытка через хорошие АУЕшки вернуться в игру. На команде Force of Arms. А пока что у них, ребят, этих шансов на возвращение, не то чтобы сильнее. Ну, в принципе, в принципе, 2000 голды на 8-й, почти 9-й минуте не так, чтобы прям очень много. В целом терпимо. Торрор бейт потихонечку впарнет. Кстати, Клакверк, это она позиция, ультимейт имеется. Рассказ также имеется. Ультимейт не попадает по инвокеру, и инвокер здесь, конечно, будет жить. Кстати, невзирая на то, что его очень часто убивает Кунка. Кунка здесь пытается что-то сделать. Блин, как же он далеко здесь мансует. Еще, кстати, Курьер подходит. Может, Курьер убить? Да, Курьер просто на развороте убивает инвокер. Корабль в бухту не попадает. И здесь уже, правда, под кораблем бегает Кунка и Куакверк. И здесь их, конечно, убить будет непростой задачей. Хотя Кунка играет армлетиком, это может быть для него опасно сейчас. Начнет наноситься урон, и посмотрим, что из этого всего. Хотя армлетом урон может быть получится впитать. Кто знает, еще и ботликом захилиться. Так что в целом все достаточно неплохо. Вару в тем временем получает себя как-то странно врулась по А, и этого недостаточно, чтобы убивать. Посмотрим, посмотрим, что из этого всего получится. Пока что, пока что, вы сами понимаете, ребятки. Так, нет, и все в порядке. С временем нет, вроде все в порядке. Ребята, кто смотрит меня на Твиче в онлайне, сразу говорю, я читаю чат, я посмотрю у него. Если вы, чтобы вы заметили, какие там проблемы с качеством и прочее, прочее, вы мне сообщите, ребят. Я, единственное, что это все, у вас будет задержкой в 5 минут. Не забывайте, в стриме большая задержка стоит. Так, так, так. Так, что у нас тут тем временем? Опа, пока что фиксы, тыща галды сверху за Тврок, врыв от Клокверка, не самый точный. А в это время, собственно, здесь как-то сплитает, сплитает неплохо Войт. Единственное, что, если бы ее еще и наверху фармил в это время Тарарбай, то было просто замечательно. Кстати, замечается у него ранний Драгон Лайнс, хочется как можно дальше находиться от своих соперников, что, в принципе, можно считать хорошим решением. Кстати, Обливион Став и Вайдат, то есть это ранняя сабля. Всегда хотел посмотреть на Вайда с этой вот ранней саблей, потому что ранняя сабля на Вайде, штука очень хорошая, дает ему много урона, а если еще будет прокать станд, то это вообще супер круто. Кстати, нападение в те времена может быть на Тарарбайда, есть Тарарбайда, есть Корабль, Корабль должен попадать в пухту, но здесь есть Сандер. Сандер успеет ли использовать? Успевает использовать в те времена Тарарбайд, еще использует рефракшн на Кунку, или рефрекшн, как-то так, и здесь уже сразу 2 ТП аута. Но должен уже отсюда убегать, конечно, Тарарбайд, но спастись вот таким вот образом от Кунки было очень крутым мувом. А если бы еще инвокер в своего тиммейта поверил, как-то дал Санстрайк. Кстати, Санстрайк все-таки попадает в Кунку, я видел, что он давался, но не видел куда именно, и Кунка в итоге погибает. И 600 голды получает инвокер тем временем. Вот у него уже есть Мидос и 1000 голды сверху. На 11-й минуте можно сказать, что не так, чтобы прям очень плохо все-таки при всех своих смертях чувствовать себя инвокер. То есть все-таки, все-таки, какими-то вот такими вот драками, такими вот рандомными фрагами, ребята из команды Force of Arms возвращаются в эту игру. И, кстати, еще и достаточно мало хитпоинтов у Клакверка. Санстрайка пока что нет у инвокера, есть танчик. Прыгает Войк, просто ставит крана сферу и должен, конечно же, Клакверка убивать. Да, легчайший фраг для Вайда, отличная игра для него же. Ну и у него уже вот летит ему сабелька, я уверен. Да, это она и есть. Хорошая игра от Вайда. Кстати, Фантом, как это время, убивает Мидвайни в ворота. И драки, драки происходят по всем, по всем фронтам. Ребята дерутся и здесь, и там. И, ну, да, Dragonlance, кстати, у Террор Бэйда. Еще и ТП-шечка. Она может попытаться приступать к демонтажу сторон. То есть начинать как-то люто сплитпушить, на ТП-шечках как-то улетать. И, соответственно, держаться таким образом в игре, скажем так. И фармить, и раскачивать, и раскачивать в сторону. Кстати, Войда, слишком мало хитпоинтов имеешь. Хотя, в принципе, нормально все. У него обстоит еще ТП-аут, нажимает. И достаточно вовремя как раз-таки к нему сюда перетянулись противники. Венгати временем отменяет телепорт. Это логичное решение. Кстати, сразу скажу, очень логичное. Все правильно. Это самое Венгаз дело. Потому что снова же лететь сюда под засвет от того же Клакверка. Это получать себя хукшот. И наверняка отправляться в таверну очень быстро. Потому что здесь, конечно, игроки из команды Неверус действительно не прощают. И смотрится, ну, как я уже говорил, суперкруто. Молодцы, ребятки. Так, что у нас тем временем все-таки инвокер. 1400 голды. Не может быть, что это прям очень ранний даггер. Потому что очень ранний даггер, мне кажется, здесь может быть серьезной ошибкой. Вверху тем временем начинает потихонечку ребята подпушивать в сторону. А Террарблэйт на низу, точнее, уже подпушил. А наверху ребята только-только подходят. Ну, что я могу сказать. Террарблэйт все-таки всегда был лучше, мне кажется, в сносе сторон за счет своих иллюзий. Кстати, очень много урона получает Клакверк. Еще и сверху на него падает булыжничек. Ну, и ультимейт вынужден использовать у меня кнайт. Хотя это, конечно, Клакверк у них сильно помогает. Еще и Глиф прожимает. Кстати, здесь на позиции уже Варлок. У Варлок и Фаталбанды есть, есть Голем. И если сейчас будет хорошая хроносфера от Вайда. Правда, вот Вайда здесь нету, но это не страшно. Потому что на Террарблэйт уже зашел Террарблэйт с Митмарафузисом, между прочим. И двумя иллюзиями Тавр сильно начинает проседать. Тавр-то все больше и больше теряет здоровье. Ребята-то из команды Неверус это дело не так, чтобы замечает. И в итоге, да, забрали Террарблэйт, но в это время Террарблэйт падает. И этот размин, конечно же, в плюс для команды Файрфис. И с тем временем, неплохо ультимейт был дан от соответствующего Варлока. Но здесь еще и врыв в Инвокер. Инвокер может получить слишком много. Хотя, мне кажется, это большая ошибка от Верка. И он за нее уже поплатился. Залетает ультимейт от Аппарата, но ни в кого не попадает. Очень много урона получает Фантомка. Фантомка должна погибать. Именно так и случается. Два фрага для команды Неверус. И отличная игра от команды Файрфис на защите. Или плохая игра от Неверус. С какой стороны? Посмотрите, ребята. Слишком увлеклись, слишком далеко пошли. Слишком много урона получили и потеряли ТР-2. Отпустили Террорбоида. Террорбоида с ПТшечкой уже. Террорбоида уже и Драгон Уэнс. И он, конечно, да, далеко. Вот у него всего лишь пятый Натворст. Дайте ему время. Дайте ему еще минуту еще 10. И он уже начнет находиться на одном уровне с ключевыми героями у Неверус. Типа тех же Кункевич и прочих-прочих пацанов. А Кунка тем временем, да, чувствует все так же хорошо. 4-1-2 у него идет счет. Второй Натворст на карте. Но все-таки Кунка не такой сильный, скажем, герой, как Войт. И Войт просто одной грамотной хроносферы может, а, похоронить Кунку, б, убить соответствующего героя. То есть убить того же самого Кункевича, ту же самую Морду. И это будет, соответственно, работать всю игру. Кстати, Морд всего лишь с первым Люраном. Знал бы об этом Войт, может, попробовал бы напасть. Хотя на позиции уже Винга, на позиции уже Войт хроносферы имеется. И неужели сейчас будет нападение? Так, слишком много урона. Пару точечек. Хроносфера. А, промах, попадает. А, кстати, санстрайк. Нет, инвокер просто дает раскастовывание. И да, это просто огроменный фраг в Антонке. Хороший выход от игроков команды Фистов Фармс. Точнее, Форсов Фармс. Но, правда, в это время потеряли Трарбоида на лидуане. Но, с другой стороны, кор на кор, как говорится, сейчас, думаю, для команды Фистов Фармс это больше плюс-плюс. Они еще и Тиар-1 Тавр забирают. И в итоге, это уже, между прочим, третий Тавр в копилку в Фистов Фармс. Форсов Фармс, точнее. И они уже 2000 голды. И, кстати, между прочим, ведут и перевернули, перевернули начально плохую игру для них. Хотя, при всем этом, отстают по фрагам. Но голды имеют больше. Ну, фармит, в конечном итоге. Ребята не забывают об этом. А это, пожалуй, важная часть. Одна из важнейших частей в доте. Хотя, конечно, не стоит забывать и о других. В целом, их, конечно, очень много. Травелак, кстати, у инвокера 1700 голды. Почти 1800, может быть, ранний юл или какой-нибудь даггер. Вот даггер при каком-нибудь войде смотрится, конечно, круто. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что этого инвокера, если поймает какой-нибудь кунка, то это может просто быть мгновенный фраг этого самого инвокера. Слишком много уж урона раздает кунка. Кстати, будет ли какой-нибудь у Атар и прочие пабовские артефакты у этого самого Кункевича? Или мы сможем дождаться каких-нибудь Реобера и прочих артефактов, которые усиливают и команду, ну и делают, в принципе, кунку немножко другим героем, скажем так. Не то, что в пабах. Кстати, диффуза намечается у Вайда. Диффуза штука очень хорошая, учитывая, что играешь против Омник Найта. Плюс диффуза, думаю, появится еще и у Тарабоиды. Кстати, слишком много в себя получает ворок. Корабль в их ту не попадет, мне кажется. Но ворок, мне кажется, может и погибнуть. Да, получает он, хотя нет, промах от Антента Паришина. И да, сейчас может начать себя захиливать Шадоу Вордом. Выход был не самый удачный. Плюс еще и Кункевич потратил весь раз каст. И сейчас еще очень много урона получил от Армлета. Будет вынужден им играть. А инвокер, инвокер, не знаю. Прицел держит ли инвокер? Санстрайк у него на кулдауни, на самом деле. Но Кунке об этом неизвестно. Но сейчас можно будет прицелиться. Кажется. Ну, посмотрим, посмотрим. Тем временем, фантомочка на нижней линии подпушивает, подфармливает. Все, шоу не обстоит тело. Все она делает правильно. И по всей мести будет делать первым артефактом баша. Лишний контроль, как говорится, лишним не бывает никогда. Так, так, так. На фонтане фармит. Подрегенивается. Кстати, смок вылазка от игроков из команды в Force of Arms. Будет ли сейчас хорошая хроносфера по Клакверку? В принципе, вариант есть. Но далеко достаточно стоит опоришен. На позицию становится Фейзлис Войт. И с него привайвлится соответствующий этот. Те-факто так заходит Винга. Будет сейчас хроносфера. Нет, не будет хроносфера. Просто заточкует. Винга добивает. Дальше еще хроносферу ставит тем временем. Войт подвоим. И нужно сюда уже инвокер. Улетит метеор сверху. Нужен не файник бласт. Еще и сюда падает голем. Это минус разумговенный Клаквер. Должен падать еще и кунка. Минус доболки. Тем временем делает Войт. Ой, не Войт. Ворог. Тем временем Фантомка прыгает. Мне кажется, это ошибка. Захиливает себя Омник Найт. Скидывается эффект с Фантомки. Это еще один фраг для команды Force of Feast. И тем временем еще за Омник Найт. Будет идти Фейзлис Войт. Будет пытаться его убить. Санстрайк не попадает никуда. Но еще один просто диффуз тратит Войт. Потратил он в этой битве кучи. Кучи просто с диффузов. Но это девайп, ребята. Это минус 2 стера. Это минус 2 тавра. Это минус 5 героев. Это огромная сумма голды для команды. Force of Feast. И это еще и заход по вседневности на ТР-3 тавр. Так, ультима этот аппарат. Попадает все-таки по Террорбейду. И куча остальных героев по четверну. Но в это время что-то сделать еще не получается. Тем временем Войт очень много урона получает. Ну, как Войт. И в это время, кстати, Клаквер прыгает тем временем в инвокер. Инвокеру большие проблемы. Должен погибать. Хотя Винга делает свап. Спасает свою жизнь, можно сказать. И, да, пытается отвлечь как-то противника Кунка. Цепляет еще одного саппорта. Это Варвок. Корабль должен попадать в его бухту. И в итоге, да, Варвок также отправляется в таверну. Но в любом случае, ребята из команды Force of Arms делают просто невероятный переворот в игре. И это крутейшая игра от них. Снова же, например, это тимвайп был. Полнейший тимвайп. Ребята просто супер круто подрались. Зашли здесь вот в купол по двоим. Попался в этот купол, по-моему... Нет, не Омник Найт, попался Кунка. Сейчас вспомню Кунка и Куаквер. Куаквер просто мгновенно погиб. Кунка немножко пожил. Омник Найт не сумел это дело как-то просейвить хорошо. Плюс еще прыгнула потом за чем-то Фантомка. Соответственно, ее сразу на развороте убили. И догоняли, догоняли еще и Омник Найта. Плюс еще там Энти Топаришина просто перед дракой разорвали. И какая-то вот драка на позиционке. На грамотной размонцовке. И на вот это вот, знаете, неисплоченности, скажем так. Невер Узов сыграло вот свою, соответственно, ключевую роль. И я уже не уверен, что Невер Уз действительно никогда не проигрывает. Начинали круто. Сейчас продолжают за упокой. И насколько хорошо у них получится вернуться в игру, вопрос уже очень-очень хороший. Очень-очень хороший. Молодцы ребята из команды из Тов... Форс, точнее, Оф-Армс, блин. Завязывайте, называть их так. Фузет Рейндроп. Похоже, что-то летит тем временем. Каша пока что одинокая летит. Ну, Манта, Манта когда появится. Кстати, 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 кстати. Могли его здесь зацепить. Вижен должен был подсказать, что есть здесь у команды Невер Узов. То есть у него вроде как-то летели, скажем так, зная. Но здесь все-таки мы не нашли Даггер у Кункевича. Тем временем, ну, это хотя бы нестандартный пабовский Кунка. Который там может делать себе армлет Физы. А потом уж какой-нибудь Уотар. Крит точки раз. Крит точки два. Ну, вы поняли, ребята. Ну, такое вот, такое себе. Тем временем снова нападение на Инвокера. Если вы закрыли его в когах. Нажимает Бояль Майл. Сюда еще запрыгивает Войт. Неужели будет спорта-то спасти. Еще плюс ультимейт сюда топорит. Ну, а Паришина. И, конечно же, Инвокер отправляется в таверну. Фраг делает тем временем ПА. Точнее, и для ПА это очень важный фраг. В целом, ну, 900 гауды для себя отыгрывают игроки из команды Невер Уз. Локальный камбэк, я бы это так назвал. То есть, ребята неплохо так подрались для себя. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что дрались-то они без просейвов и прочая прочность. Винга, например, скорее всего, из этого положения спасла бы. Кстати, Винга выбирает для себя следующим артефактом. По всей видимости, да, Владимир. Вот он как раз-таки появляется. И, по-моему, да, он как раз-таки весь и имеется. У этого самого игрока. Молодец, в принципе. Кстати, Кунг. Как же ты далеко забегаешь. Варвака можно заметить здесь. Ну, его здесь, конечно, видят игроки из команды Force of Arms. А вот тем временем Terrorblade очень далеко заходит своими иллюзиями. И вот если чуть-чуть вздеваешься, чуть-чуть забудешь об этом, что есть Terrorblade, и он сплитпушит, то, соответственно, ребята, вы как-то потеряете сторону. Кстати, надо было, мне кажется, все-таки стороны начинать бить. Все-таки это полезнее, чем тому же аппарат немножко урон нанести. Медва не собираются тем временем игроки из команды Force of Arms. Это круто, ребята, все действует. То есть, ребята делают, мне кажется, все правильно и по таймингу. Что самое главное, по таймингу. То есть, подрали здесь хорошо, подождали, подфармили, что-то там появилось. Собрались здесь, подрались, перетянулись и прочее, прочее. В принципе, Terrorblade уходит наверх. Ну, отпушить-то точно вверх необходимо. То есть, лишним-то уж точно не будет. Вот, правда, единственное, что крипы не туда побежали. Но, думаю, в принципе, эту проблему как-то сумеет решить. Во, тем временем на хосте преследует Пуа, но Пуа просто на блинке уходит. Хорошая игра, в принципе, Пуа. Неплохо. Пользуется блинком для эскейпа. Достаточно стабильный этот игрок. То есть, в принципе, снова же использует своего героя. Не то, что прям по максимуму, но уж точно с полным потенциалом возможным. И знает, что способности можно по-разному использовать. Уже неплохо. Ну, а снова же, на самом деле, причин как-то недооценивать команду NeverWords нету. Потому что их вот этот вот старт невероятный, он был, скажем так, очень показательным. И, думаю, даже самые Force of Arms очень сильно напряглись с такой игрой. Но, в целом, ребята, главное, что собрались. И вот сейчас уже снова демонстрируют прежнюю доминацию. И снова же прежние замечательные драки. На разманцовке, на хорошей позиционке и прочее, прочее. Вот, кстати, сейчас, мне кажется, снова будет один из ключевых файтов в этой игре. Ребята собираются вокруг Тер-2 Тавра на верхней линии. Сюда уже подтягивается Кункевич, Квакверк на позицию. Но видит, все это дело видит Винга. Винга позапозаводлила. Квакверк использует ультимейт. Еще на него используется всю фигню. Репел на него накинут. Корабль Бухту Фейслос Вайдан. Он должен отменять, думаю, урон прыгает. Будет ли хроносфера? Да, хроносфера по двоим. Тем временем Винга подставляет. Ну, точнее, не подставляется. Фантомка вгрызается в Фейслос Вайда. Фейслос Вайд замерз. Фейслос Вайд будет прыгать дальше. Кунка за это должен дело пострадать. Кунка, кстати, сразу погибает. Фантомка прыгает. Опять в пятерых. Должна понять, что здесь что-то не так. Хотя убивает во всем этом инвокера. Но сама погибает. Это минус 4. И еще замедляет. Если не то, парише. Но сейчас будет второй тимвайп. Тимвайп от команды Force of Arms. Господи, как же они играют. Как же они все делают. И три байбека сразу же от команды Neverwuse. И действительно, мне кажется, этика игроки из команды Neverwuse не так уж и не проигрывает. Ну что ж, и еще. Должны, наверное, все-таки убивать варуковского голема. Возвращать на кресте. Да, фраг. Ну не фраг, скажем так. Но голда лишняя для Кункевича. Но там вроде бы сорокушка была. То есть все-таки ты после байбека и не так-то много зафармишь. Ну ладно, сорокушка тоже неплохо. И снова же. Ключевой это герой живы. Бойт не умирал. Войт не умирал. Инвокер. Жил долго. И почти что счастлив. Да и плюс три байбека ребята были вынуждены сделать. А три байбека это огромный минус для голды. И сейчас мы посмотрим просто графики. Они снова же дадут, как говорится, взрывоподобный, может быть, рост. Или как он там называется. Небольшой знаток, ребята, бизнеса и прочее-прочее. Это вроде бы вот что-то вот из этого разряда. Но лично я это называю восхождение Neverwuse. Не знаю, кому как это понравится. Но вот приблизительно так вот выглядят тоже графики сейчас. Ну, хотя, в принципе, с переворотами. То есть, качели тоже имеются. Почти 12 тысяч ведут все временно. Борсов Армс и Манта. Манта на Торрор Блэде. А распушивать он может уже достаточно плохо. И первый важный артефакт. Тем временем Винга подставляется. Должна, я думаю, замерзать еще. И, соответственно, фраг легчайший для Кунки. Важный, на самом деле, для него фраг. Потому что, снова же, после байбэков ребятам нужно добирать новые артефакты. И да, кстати, появляются все-таки намеки на криты. Первый кристаллис. Ну, и почему бы и нет. Штука все равно неплохая. Кстати, 600 голды за какую-то Вингу. Ну, вторым с конца Нетворса это уже интересные какие-то новости, на самом деле. Ну, и почему бы и нет. Так, тем временем, иллюзия Торрор Блэда занимается тем же, чем занимается всегда иллюзия Торрор Блэда. Сплитпушит, сплитпушит, снова сплитпушит. Еще и Лиса фармит. Ну, здесь Торрор Блэд, конечно, максимально получает, соответственно, бонусы со всей карты, скажем так. И три топовых Нетворса уже принадлежат игрокам из команды Force of Arms. Ребята снова же из этой команды показывают себя с высочайшей стороны. И снова показывают отличнейший уровень доты. Понятно, очень за ними наблюдать, могу так им порадоваться. Тем временем у Вайда тоже появляется манта и смока. Смока, между прочим, смока-то интересный, клак-верк. На него просто выезжает армия из иллюзий. Просто вынужден отступать, но я бы тоже испугался, когда для меня такая толпа шоба просто бежит террорбоидов и начинает разваливать. Ну, в принципе, вы сейчас развались, пытаясь что-то сделать, клак-верк. Но это такое, кстати, фантомка-то с рецептом на Линкетсверу. Ну, Линкетсверу появится достаточно скоро, но отчего она хочет Линкетсверу? Ну, в принципе, да, есть некоторые касты Инвокера, которые можно сбросить. Есть, например, тот же самый Террорбейд с Андером, но вот Reflection, по-моему, действует в Вауе и Линкой не собьется. С другой стороны, ну ладно, ты собьешь Shadow World. Я так и не заметил, срабатывает ли Фатал Банды, если их накидывать на Линку, на всех, или просто вообще не будет эффекта. Но точно знаю, что если накинуть не на нее, а на нее просто рикошетник, то все сработает. Тем временем, ставится хроносфера Вайдом, но мне кажется, ошибочная, потому что Войт туда не бьет, потому что это на хайграунде. Но это была, типа, задержечка, мне кажется, перед Рошаном. Нападение, кстати, продолжается на Кунгевича, но есть здесь уже Омникнайт сзади, тем временем Войт прыгает, кок вверх, ультимейт, ставит двоих коги, но мне кажется, это большая ошибка, просто его разрывает. Здесь, тем временем, Войт, корабль, бухту и хроноид, удастся сразу же Торрент, замерзает, тем временем, Войт, но вот ему успеет ли он отменить урон, скорее всего, ему не нужно. Вот сейчас нужно отменять урон, это делает Куак, точнее, рассказ от Варлока, это минус три уже от команды Force of Feast. И, тем временем, с Кунгевичем будет драться, инвокер смует ли он, интересно, показать или расплатить, скажем так, за мидлайн. Да, все-таки сумел еще и помог ему тем временем, Террор Блэд, перекачав, и да, третий Тим Вайп от команды Force of Arms. Третий за эту игру Тим Вайп с разменом в ноль игроки из команды Neverlust, мне кажется, все ближе и ближе к тому, чтобы, ну, скажем так, не оправдать свое название. Ну, здесь у них, конечно, шансов уже маловато. Ну, и вы сами видите, как быстро, как быстро по Террор Блэдам всегда падают в сторону. Невероятно, шустрый герой в этом плане. Падает верхняя линия, нижняя линия, нет, нижняя линия, помады. Neverlust начинает падать в мидлайн, падает очень быстро, причем с казармы неверно. В принципе, не страшно, когда падают обе. И сейчас, наверное, ребята смогут даже третью пытаться в сторону забрать. Ну, по крайней мере, позволить, позволить себе попробовать. Они это вполне могут. Да, падает еще и быстро третья сторона. Кунки нету 15 секунд, нету по 10 секунд. Этого более чем достаточно. Хотя, нет, все-таки оттягиваются назад, отступают. Истов Армс, нападаете время на Инвокер. Ну, Инвокера, думаю, здесь должны все-таки убивать. Да, так и случается, но... Это все ерунда, ребятки. Ну, подумаешь, ты убил Инвокера. Подумаешь, ты убил там... Даже если бы вы убили сейчас всех пятерых героев, не факт, что вы сможете камбэкнуться по одной простой причине. 20 тысяч на Творс уже ведут игроки команды Force of Arms. Плюс, на ней минусанули две стороны. Ну, и это, конечно, очень крутая тема. Винга с даггером, кстати. Интересный выбор, а? Даже не Форсик, а даггер. Хотя, мне кажется, Форсик здесь бы смотрелся лучше. Все-таки есть такой герой, как Клакверк. И сколько его форстафливать своих игроков, это, пожалуй, самое дорогое, что можно использовать. Ну, в принципе, снова же, я, как говорится, не берусь судить и посмотрим, насколько хорошо сработает в руках ТПС-а этот самый артефакт. Да, герочек. Штука в любом случае хорошая. Ну, в любом случае, каждый из игрок в Fist of Arms смотрелся достаточно круто, хотя на начальной стадии, конечно, инвокер смотрится не так, чтобы хорошо. Но свою ключевую, скажем так, свою ключевую роль он в конечном итоге исполняет. Исполняет достаточно исправно. То есть, кидает урон под купол. Кидает урон под купол. Стабильно, постоянно. Каждый раз ставится купол и есть урон. Ставится купол и есть под него урон. И когда были важные файты, он, соответственно, в этих важных файтах участвовал. Что уже, в принципе, большой плюс для этого игрока. Но тем временем забирается Рошан. Думаю, это будет единственный Рошан в этой игре. Ну, и не сказать, что он прям сильно необходим для игроков команды Fist of Arms. Ну, скажем так, лишним уж точно не будет. Так что, тоже неплохо. И, кстати, если бы вот этот купол, который задержал Кункевича, не был, я вот только сейчас об этом подумал. Потому что, в принципе, вот этот вот купол, который придержал здесь Кунку, вот где-то вот этой части, пускай Водит стоял вот в этой точке и как-то раздамажить у него не получалось у него. Из этой точки вообще никак не получалось. Но в целом он сделал ключевой момент. Он дал возможность своей команде выбежать из этого вот, вот из этого гроба. Потому что для них это действительно смерти подобное место. Если туда все очень хорошо отдать, если туда все отдать хороший рассказ, корабль, бухту, ударь там со спины, то там могла быть, конечно, просто братская могила для команды Fist of Arms. Ну вот, задержав Кунку, соответственно, Водит сделал, в принципе, наверняка очень правильный поступок. Зря я его здесь недооценил, скажем так. Это, знаете, это вот понимание, которое приходит задним умом с уже оглядыванием на будущее события и прочее-прочее. Ну, в принципе, в принципе, поступок верный, старший. Кстати, будущее МКБ, но которое в этой игре, мне кажется, даже не появится. Пунктиметры аппаратов залетает по двум героям, причем только одному вносит урон. Ну, подождали немножко, подождали, когда эффект спадет и, соответственно, уже могут себе позволить, соответственно, дальше прыгать. Водит, тем временем, хорошая просфера под двумя саппортов, два саппорта должны, наверное, погибать. Fist of Arms получает в себя торрент или нет? Да, это корабль, бухта, торрент и прочее-прочее. Получается, корабль попадает по-троим. Водит начинает сильно проседать, но просто отменяет урон прыжком. Дальше ультимейт Варлока. Не вижу, правда, фата у бандов. Ультимейт умник на это, кстати, давно не видел его. Но в это время просто, ребята, добирают последнюю сторону. Дальше большие проблемы у Кункевича. Кункевич, мне кажется, уже приземляется на смерть просто. И нет, да, его здесь просто убивает Войт. Дальше еще убивает и онник на это. Да, вы убили одну венгу, но это пока что-пока что не очень хорошо. ГГ, пишите время у Кунта. Отличная игра, ребята, из команды Fist of Attacks. Force of Arms, зачем я, блин, опять спутаюсь, ребята. Ну, что я могу сказать? Я немножко под впечатлением от игры. Еще один Team Vibe от них, четвертый в этой игре. Но суперкрутая игра, суперкрутой камбэк, ребята, сделали. Проиграли начальную стадию, но правильно отработали снова уже свой пик. Идеальное, буквально, исполнение этого пика. Ну, а команда Never Lose все-таки в конечном итоге не так уж и не всегда проигрывает. Ну, что я могу сказать? Они подставлялись, скорее всего, под АУЕ. И вот в ключевой момент неправильная позиционка, неправильная драка. На размансовке минус 5. И все, все теряется. Все просто сыпется, как карточный домик. Что ж, поздравляю с победой игроков из команды Force of Arms в этом фасткапе. Молодцы, ребята. Суперкрутая игра, суперкруто высмотрелись. И, ну, что я могу сказать еще раз про Never Lose. Хорошая начальная агрессия, хороший треплав сложный. Ребята отыграли суперкруто, но вот в начале они захватили преимущество, потом не сумели давить. И это вот самая большая их проблема. Вот и все. И, по сути, они, невзирая на то, что давили на всех фронтах, оставили деньги, фейсли свайду, что, в принципе, так же их судьбу и решило. Но, в любом случае, игра эта была невероятная. Красивая, невероятно скилловые были ребята из команды. В Force of Arms делали все правильно. Единственное, что, пожалуй, Инвокер, конечно, который на линии против Кунки очень слабо отстоял. Был не на одном уровне с ними, но это уже, скажем так, это мелочь. Может быть, как-то вот не пошла дота и всякое такое. Всякое бывает, как говорится. Ну что ж, с вами я на сегодня прощаюсь. С вами был, как я уже говорил еще раз, Бойдранер, ребятки. Надеюсь, вам все эти игры понравились. Мне они очень понравились. Ну что ж, до новых встреч. Подписывайтесь на канал и продолжайте, продолжайте за мной, если что, наблюдать. Давайте, ребят, удачи вам всем. Продолжение следует...